Решить проблему изменения климата в Китае поможет крупный бизнес. Выбросы углерода в стране превратили в биржевой товар. Сертификаты на эмиссию парниковых газов теперь можно купить или продать в ряде городов КНР. Пока эти площадки работают лишь в пилотном режиме, но уже совсем скоро их может сменить общенациональная углеродная биржа. Как связаны квоты, фьючерсы и экология, выясняли наши корреспонденты. Торговля квотами на выбросы для Китая явление по-прежнему новое. Власти страны признали её перспективной, но обкатывать механизм решили в регионах, чтобы исследовать возможные проблемы, наработать опыт и лишь затем развернуть в национальном масштабе. Одной из пилотных зон стал и Пекин. В городе появились несколько компаний, предложивших промышленным предприятиям поучаствовать в торговле квотами. Торговлей квотами на эмиссию парниковых газов мы заинтересовались ещё в 2005-м, когда был утверждён механизм чистого развития. Специализируемся на покупке и продаже сертификатов в областях термальной и экологичной энергетики. С тех пор, как в Пекине и Шенчжене создали пилотные зоны для торговли квотами, мы наработали приличный опыт. Квоты на выбросы заставляют бизнес вкладываться в дорогостоящие, но энергоэффективные проекты. Работает механизм просто. Международная комиссия выделяет квоты на эмиссию парниковых газов в той или иной стране. Её власти, в свою очередь, распределяют их по конкретным отраслям или предприятиям. Теплая электростанция, к примеру, может получить квоту на эмиссию 50 тысяч тонн двуокиси углерода. Если по результатам года объём выбросов составит 40 тысяч тонн, то неиспользованную квоту он сможет продать на бирже. Если предприятие превышает допустимые объемы выбросов, то ему придётся покупать квоты или же платить штраф. Впервые такая система появилась в Евросоюзе. Китай активно принимает опыт. В Китае за последние годы создали ряд экспериментальных зон для эмиссионной торговли. Все они региональные. Это очень важное событие, но мы надеемся, что в будущем в стране появится общенациональная экологическая биржа и единый реестр. Опыт региональных зон тоже пригодится, ведь на них уже опробовали множество торговых механизмов и выявили немало подводных камней. Китай за последние десятилетия стал крупнейшим эмитентом парниковых газов. Поэтому эксперты считают, что торговля квотами в стране будет стремительно развиваться. Однако убедить в этом руководство промышленных предприятий бывает непросто. Проблема в том, что далеко не все компании понимают, что такое торговля углеродными квотами, зачем она нужна и как может им пригодиться. Правила постоянно меняются, а консультантов, готовых следить за всеми законодательными инициативами и рассказывать о них клиентам, довольно мало. Продавать неиспользованные квоты можно не только в рамках региона или страны, но и на международном рынке. Правда, иностранцы китайским углеродным рынком пока интересуются слабо. За два года работы на региональных биржах мы выявили одну закономерность. Торги квотами активизируются с апреля по июнь, затем резкий спад. Так что говорить о высокой рыночной ликвидности пока не приходится. Для развития углеродной торговли в Китае эту проблему необходимо решить. Зарубежные игроки сейчас не интересуются китайским углеродным рынком. Для того, чтобы исправить ситуацию, его необходимо сделать более открытым, понятным и ликвидным. В Пекине уверены, углеродный рынок стимулирует прямые инвестиции и ускорит структурную трансформацию экономики. Одними лишь воззваниями к экологичности промышленность не мотивировать. Зато язык прибыли от продаж квот все бизнесмены поймут без проблем.